Добрый день, дорогие друзья! Это видео больше информационно-новостное о том, какие изменения уже произошли, какие изменения планируются произойти и на канале Дивный Сад, и в проекте Павловни. Первое, о чем я хотел сказать, это о том, что я запустил проект по саде Павловни 2020, в котором предлагаю поучаствовать всем заинтересованным и всем желающим. Больше это касается, конечно, жителей Нижегородской области, но, тем не менее. Вся информация об этом проекте я записал отдельное видео, ссылка будет в описании к этому видео, также будет в подсказках ссылка. Это видео уже размещено на новом канале, это уже вторая новость. Я решил сделать отдельный канал на YouTube про Павловни. Канал называется Павловни от семечки до плантации. На этом канале будет размещаться вся информация, связанная с Павловни, с ее посадкой, как она растет, все новости по моему выращиванию, возможно, новости каких-то будут с других мест выращивания Павловни, других людей. То есть, это целиком проект, посвященный Павловни. Я также приглашаю вас подписаться на этот канал. Ссылка на канал будет в описании к этому видео, также будет ссылка в подсказках. До встречи еще и на том канале с вами. Будем там общаться, делиться опытом, наблюдениями, связанными с таким прекрасным деревом, как Павловни. Также я хочу сказать о том, что завершился прием предзаказов на саженцы-сеенцы Павловни по самой низкой стоимости, то есть, это был, срок обозначен 15 февраля. Сейчас саженцы-сеенцы Павловни можно приобрести, просто оставить заявку и внести 50% предоплату, либо уже купить в розницу по факту их реализации весной, конец апреля, начало мая. Ну, соответствующие цены и какое количество, какой стоимости будет невозможно приобрести, все будут в описании к этому видео в форме. Также хотел немножечко сказать о том, что на новом канале Павловни я планирую в ближайшее время снять видео о том, как сделать подогрев стеллажа либо место выращивания прорастания семян для создания оптимальной температуры, то есть, как я это сделал с помощью подогрева. Будет видео отдельное на канале, потому что есть вопросы, которые люди задают, интересуются, каким образом обеспечить условия при выращивании семян непосредственно в емкости. как создать эти оптимальные условия. Вот первым видео из этого цикла будет видео по подогрев. Также следующая новость это про, уже не касается Павловни, сейчас я немножечко гляну, нет, это касается Павловни в том числе, но и не только Павловни, да. Сейчас я активно занимаюсь разработкой стеллажа для выращивания Павловни, то есть, прорабатываю все конструкторские решения, технологические решения и хочу сделать стеллаж, ну, как бы, техническое задание у меня такое, написано мной же для себя же, под требованиями уже непосредственно выращивания Павловни, но при этом не только Павловни, там смогут расти и другие культуры, о чем будет отдельно сказано. И идея такая, сделать стеллаж, на котором можно в ускоренном режиме при создании определенных условий выращивать Павловни. Причем, я поставил себе такую задачу, чтобы с минимальной площади стеллажа вырастить максимум растений, чтобы окупаемость стеллажа также, то есть, стеллаж, чтобы сам себя окупил за один сезон, то есть, с такой целью, у меня такая задача я себе поставил, и сейчас вот как раз иду к пути ее решения. Много, конечно, моментов, много тонкостей, много технических сложностей возникает при изготовлении, потому что там есть конструктивные решения, которые требуют определенных технических моментов, и сейчас столкнулся с определенными, не буду говорить с чем, но с техническими сложностями в реализации задуманного мной, да, вроде ничего сложного, но в то же время решения определенных технических моментов требуют, да, дополнительных расходов, оснастки и всего такого. По стеллажу, сниму отдельное видео, расскажу, покажу, во-первых, всем будет интересно, покажу, во-первых, результаты выращивания в данном стеллаже, опыт выращивания. На стеллаже с подсветкой у меня уже есть, уже более трех лет я выращиваю на стеллаже, как бы сделан, у меня он, тоже висят светодиоды, это в контейнерах, ну, многие видели мой стеллаж, на котором я выращиваю, и сейчас я пришел к выводу, что нужно более технологическое решение, чтобы использовать, мы же говорим о бизнесе, о деньгах, и здесь нам нужна, важна максимальная эффективность, то есть вырастить с той же площади полки, да, гораздо большее количество растений, при тех же всех параметрах, то есть это освещенность, площадь, подача воды и все такое. И вот эти все расчеты были мной сделаны, выверен мной оптимальный размер, который позволит максимально, что приводит, в принципе, к уйти от готовых решений, которые предлагает рынок, и прийти к изготовлению на заказ, на заказ изготовлению стеллажа, непосредственно под эти размеры, чтобы вырастить максимальное количество изготовления под эти размеры соответствующих поддонов и других технических решений. Не буду много об этом рассказывать, будет отдельное видео, на котором я детально об этом поделюсь и расскажу. Ну и следующая новость на сегодняшний момент, которая есть, которую я хотел бы с вами поделиться, это о саженцах грецкого ореха. О грецком орехе я рассказывал из серии видео о том, как я обрадовался их тому, что они у меня завязались, тому, что они выросли, в итоге росли, и даже учесть холодное лето 2019 года с резкими колебаниями температур и непонятными, ореху это не помешало вырасти и дать первый урожай. Об этом я снимал несколько видео, показывал, рассказывал, также я снимал видео о стратификации ореха, ссылку на этот плейлист про грецкий орех я дам в описании к этому видео, можете зайти, если интересно посмотреть. И также я предлагаю приобрести саженцы вот этих орехов вот в этом сезоне. Саженцы приобретаются просто по заявке, я не могу за ней брать предоплату, потому что я не знаю, какое количество у меня вырастет, поэтому только оставляйте заявку в форме и те, кто оставляет первой по списку идет, кто оставил те, соответственно получат. Остальными ну уж извините, если вам как бы в этом году не хватит. Я думаю, что дерево вы плодоносите на следующий год и уже в следующем году оно даст еще больше урожая и я смогу порадовать тех, кто не сможет получить их в этом году, уже получит их в следующем году. Ну а на этом я думаю новостей у меня больше нет пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вам интересна информация, да, двух слов скажу, Павловния будет теперь все видеоролики про Павловнию будут размещаться на новом канале про Павловния. На этом же канале будут выпускаться ролики другого плана, это связано и с посадкой грецкого ореха, и с посадкой других культур, потому что я планирую заниматься не только Павловнией, а еще и другими культурами. У меня будут априкосы и персики, я их уже высаживаю в принципе. Также интересны и другие сорта деревьев, которые тоже не менее ценны, чем Павловния, но со своими определенными характеристиками и задачами, которыми они предназначены. Вот я в прошлом году посадил бархат амурский, посмотрю, как он перезимует в этом году, и возможно если все хорошо, потому что он остался тоже в очень жестких условиях наставленный, то возможно и еще эту культуру внесу в свой спектр внимания для выращивания в дальнейшем. А, еще хотел добавить, пока вот не все, да, я хотел немножко сказать. Вот здесь Павловни, это видео про об этом, если интересно, есть на канале, можете посмотреть ссылку, наверное, тоже, все-таки оставлю в описании к этому видео, много ссылок получается в описании, но все-таки. И я рассказывал о том, что вот она с прошлого года росла у меня в стаканчиках, в итоге я сделал видео, есть технические либо технологические средства, все называют по-разному, честно говоря, сути пока не знаю, но если как бы вы более грамотно и более знаете технические все эти требования, термины точнее и знаете как правильно назвать технический это срез или технологический это срез и чем отличается технический срез от технологического среза, то буду вам благодарен, напишите об этом в комментариях, будем использовать правильную терминологию в объяснениях и в рассказах. Но я хотел сказать не об этом. Вот это павловня, та, которая оставалась и на момент съемки видео, она не давала никаких, просто был ствол прошлого года и никаких признаков жизни не было. сейчас прошло буквально наверное около недели полутора, она дала свои всходы. Причем от корня пошел один, и при этом вот этот стволик наш, который у нас у вас, вот он тоже дал свой, как бы сказать, не знаю, ветку пас иногда, вот. То есть в принципе он на зиму сбросил листья, цикл вот этот природный завершил, сбросил, и уже весна сейчас, ближе к весне, уже понимают, что температура повышается, цикл природы изменился, солнце стало больше, день увеличился, и они начали расти. Вот то же самое и здесь, да, вот он дал, здесь из почек, которые спали, начали появляться уже листочки. и так же вот здесь вот внизу так же от корня пошел еще один скажем так росток. Ну, это вот наблюдение, которое за половиной оставленной в стаканчиках. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дивный сад, если вы смотрите впервые это видео, подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании, половина от семечки до плантации. Обязательно поставьте, если вы хотите получать уведомления о новых видео и не пропустить ни одно видео на канале, либо на Поглубне, либо на Дивном саде, там есть кнопочка колокольчик, нажимайте ее и там вариант у вас уведомлять о новых видео на канале. Тогда вы точно не пропустите ни одно видео, которое будет выходить и публиковаться на этих каналах. На этом все, я желаю великолепного дня, пока!